Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Андреал. В общем, сегодня, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будем смотреть БТГ-генератор, основанный на силе тяжести. Ну, либо что-то типа гравитационного БТГ-генератора. На своём канале «Запретные науки», ребята, я показываю и рассказываю о разных БТГ-генераторах и разных интересных эффектов. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и будем начинать! В общем, вот он, ребята, прототип БТГ-генератора. Основанный на силе тяжести. В общем, как показывал Sirius, примерно вот так я вижу этот двигатель. В общем, давайте посмотрим поближе, что здесь есть у нас. В общем, есть такая вот конструкция, когда мы крутим, тут со смещением идёт. Вот здесь должен быть грузик, например, вот такая вот, я не знаю, болванка, пару килограммовая. Так, сейчас её завесим. Примерно 2,5 килограмма эта болванка весит. Здесь всё это дело упирается. Вот здесь обязательно должен быть наклон. То есть вот так вот, да? Дальше. Тут у нас получается механизм смещения. То есть маленький моторчик, например, на 1-2 ватта, да, у нас будет, например, работать вот так вот. И вот это дело будет вот так вот смещаться. Соответственно, внизу, если снимать сил, да, то там будет гораздо больше производиться. По крайней мере, так должно быть. Это, ребята, пока что прототип, который приходится двигать рукой, скажем так, да? Но, в принципе, он так и должен работать. Заметьте, то, что вот здесь вот, вот здесь ход свободный. То есть оно никак не соединено с этим. То есть просто держится. Тут тоже стоит подшипник. Вот. То есть, чтобы вы понимали, что вот эта не монолитная часть, вот эта с этой, с нижней. То есть она вот спокойно вот поворачивается. В этом тоже самая главная фишка. В общем, не успел я доделать эту штуку. Как Сириус скинул тоже еще одно видео. Я вам тоже вставлю видео, ребята, как подобный генератор работает. И с него снимают некоторое количество энергии, по-моему, где-то в Болгарии. То есть принцип точно такой же. Только у меня нет вот здесь внизу где-нибудь генератора. И вот здесь нету моторчика, который все это крутит. То есть это такая стендовая модель, скажем. То есть покрутить рукой, понять, что из этого получается. Так, не в ту сторону крутим. Там может сейчас открутиться. В общем, образно говоря, вот так раскручиваем. Вот так раскручиваем. То есть мы, получается, просто... То есть принцип какой, да? Мы просто вот изменяем угол. И гравитация делает силы тяжести, точнее, делает все за нас. То есть вот этот грузик, да, вот, ну, представьте себе. То есть мы дисбаланс делаем. И мы постоянно крутим это дело. Да, моделька требует, конечно, доработок. Но, как вы видите, уже что-то в этом точно есть. Надеюсь, что все-таки получится что-то с этого снять. Я думаю, просто нужно экспериментировать. Если у вас с одного раза ничего не получилось, это не значит, что оно не работает. Нужно тестировать и пробовать. Я это все собирал, кстати, из вот такого вот уголка. Все это за 20 рублей двухметровые продаются в обе. Или даже трехметровые. Потом клеевым пистолетом все это дело соединял, где мог какими-то другими, там, стяжками, чтобы держалось, да, болтиками, винтиками. И тут все это дело вот упирается вот так вот. То есть очень удобно. В общем, сейчас, ребята, работаю клеевым пистолетом. И это просто волшебная штука. В общем, видите, вот такие вот конструкции, да? Очень просто даже самым дешманским клеевым пистолетом все это дело склеить. Сейчас покажу, как это работает. Сейчас покажу двумя руками, как все это дело должно работать. Так, завешиваем грузик. Желательно, чем больше, тем лучше, потому что, как бы, тут сильное отклонение не нужно, да? Мы можем переставить, его очень легко будет передвигать туда-сюда. При этом, как бы, получается, что мы действительно затрачиваем меньше, чем получаем в итоге. Потому что, вот, если внизу попробовать остановить вал рукой, то вряд ли у вас это получится. А силу, которую я прикладываю вот здесь, например, да? Так, не обращайте внимания, тут немножко раскрутилась система. То есть мы не просто преобразовываем энергию, да? То есть как шестеренка, типа, крутим большую, получаем большую тягу. Нет, тут по-другому работает все-таки. Я думаю, что больше шансов, что оно работает. Когда я собирал, я вот проверял, да? Насколько вот сила вот чувствуется, да? Вот ты давишь одно, а чувствуется другое. Если вот с этим поработать, вот с этим параметром, да, вот это вот, то будет, конечно, гораздо легче вот это вот движение делать. Не знаю, видно вам или нет вот это. То есть мы даже можем попробовать переставить сейчас с вами. Так, снимаем грузик. Главное работать в сторону БТГ, друзья. И будет нам счастье. Так, снимается это дело очень легко, вот так вот. То есть можете посмотреть, да? Тут, то есть все просто на клей, скажем так, держится. То есть вот переставляем. Тут еще одна позиция есть. Так. Так. Вот переставили. Тут уже не такой большой угол, да, перепада. Но тут проблема уже будет немножко другая. То, что вот здесь вот почти все ровненькое. То есть так не должно быть. Давайте попробуем. Так. Ну, в принципе, вот то же самое. Только силу мы тут очень малую теперь прикладываем, да? И за счет того, что угол не очень большой вот здесь, да? А здесь сила по-прежнему та же осталась. То есть несколько килограмм. Ну, она, конечно, будет чуть-чуть поменьше. Но, в принципе, вот такой вот наглядный аппарат. Ну, давайте покрутим примерно так. Не в ту сторону. А то сейчас там гайка раскрутится. В общем, вот такой вот ручной дрочильный опять получается, ребята. В общем, вот так должен работать этот БТГ-генератор. Сириус говорил что-то про 300 оборотов в минуту. Вот примерно если 300 оборотов в минуту будет, я думаю, эта штука будет работать нормально. То есть вот сейчас я еле-еле вот ее кручу, да? Она почти сама крутится. То есть принцип будет такой же. В общем, затея, ребята, на эту тему много. Если кто-то с таким сталкивался или пытался что-то делать, то обязательно тоже скидывайте свои видосы и свои идеи. Это, ребята, не полная версия. Это вообще прототип вообще, скажем, начального уровня. И пока что мне нравится, как все это дело работает. И сам вот этот вот принцип. Так что вот такие дела, друзья. Вот такой вот будущий БТГ-генератор. Если, конечно, он действительно будет работать так, как и задумано. Ладно, друзья, БТГ-генератор БТГ-генератором. Теперь давайте посмотрим видос про вот такой же БТГ-генератор, который уже работает и производит электроэнергию. Да, отиваме на живо в Велико Търново. Ще видите, може би и нещо като малко чудо. Ще ви бъде интересно и на вас. Става въпрос за това да ловиш гравитацията и да я впрегнеш в производство на ток. Това се оказва абсолютно възможно за добре познатия ни Търновет с Петко Ганчеев, който се прочува с битката си срещу РП-тата. Изображението, изобретението ще може да произвежда енергия от нищото. Как точно излежда този прототип на търсани от векове вечен двигател? Надяваме се сега да ни каже Мартин Георгиев, който е в село Поликрайще. Марти, здравей! Здравей, Диана! Да, ще видиш изображението на ето този вечен двигател или поне началото на поставянето на основите на подобно изобретение. Да, Петко Ганчеев е тук, но както сега говорихме си предварително, той добре обяснява, но в основата е един друг човек. Той се казва Марин Млеченков. Ние се намираме в едно обикновено село Поликрайще, в един обикновен гараж при едни необикновени хора. Какво е това? Това е гравитационният двигател. Използва гравитацията за да задвижи генератор. И какво означава? По този начин, какво правите всъщност, за да е полезно на човечеса? Ами мъчна се да направим хората сами да си произвеждат енергия и евентуално да станат да се решят проблемите, които имат с енергетиката. Вечен двигател ли е това? Перпетумобил е ли? Според мене не е. Това е двигател, който използва гравитацията. Както водното колело, например. Значи, това е подобно на същия принцип. Сползва гравитацията за да задвижи генератора. Добре. Нека да започнем с демонстрацията. Петко, ти обяснявай какво се случва тук. Значи, добре. Аз обяснявам какво се случва. Действова само покажи с принципа. Всеки има приоръчно в тях един стол и най-простата работа, която може да не прави е на практика с много малка част в завъртането в горната част. Аз на практика човекът, ето виждате сега, той е на баланс в момента. Ето и нещо. При най-малкия наклон цялата тежест на стола от гравитацията замина. Тоест усилието, което е горе при него в ръката е... Това прилича ли на индукцион на двигател на Тесла? Не. Значи, това е нормален генератор. Това нещо се върти. Ето двигателчето, което го върти. Това е в момента на... Кова е мощност? Нека да започнем демонстрацията. Пуснете го. Значи, демонстрацията... Ето, сега ще го видите. Това нещо. Мощността му е в момента е... Пада някъде на около, може би, 6 вата в момента с това нещо. Кво подавате? Колко? 12 волта. Афток. Постоянно напрежение. Да, е сега в момента, в който влезе в режим. И сега ще видите на камерата. И тока вече пада на практика. Само за момент да не блъсне това отзади. Така. Значи, ето. Ето напрежението. Напрежението е 12 волта. Тока е някъде от порядъка на около 0,62, 0,63 ампера. Това е в момента. Започна от близо 2 ампера. Това е да, но той вече влезе си в режим. И така се остава пред това положение. Ако генерира? К5-то какво е? Значи, К5-то направи... Коефициент на полезно действие. Да, коефициент на полезно действие. Ето тук сме записали на тетрадката. Пламка. Само за момента. Ето е тук. Погледни. Значи, разликата в самите обороти, където са. Ето. Примерно върви, върви. Примерно 0,82 секунди за оборот. 0,73, 0,81, 0,76, 0,81. Ето тук, които са засечени. От 0,81 секунда пада на 0,81. На български, искаш да кажеш с минимално количество употребление, прави максимално количество ток. Има си формула, с която се смята, да речем, теглото на маховика е 25 килограма, една втора от килограма се умножава, по периферната скорост на квадрат. Тоест, ако вдигнем два пътя скоростта, четир пътя вкарваме повече енергия. И ето тук сме сметнали със силката, където са нещата, на практика, и се получава следното. Значи, кинетичната енергия при това положение, в разликата в двата оборота е 90,5, на предния оборот е 67, а мощността, която консумира двигател е 5,88 вата. И на практика, тия 90 вата... Как контроливаш въртенето, вибрациите? Сега, това нещо е максимално обискостено и на практика останалите части не са показаны. Криенето? Да, не се показват, само се показват, че има ефект това нещо. А, ти никога не стигаш до я. Казваш ми АБВ и до... Докато ни излезе документално, нали? После вече всеки може да си го прави. Когато не си го патентувате. Да. Значи, цялата работа е във ъгала, който... Представите си, си едно, че караш колело по равния път, това е си едно, ползваш маховик. И когато хукнеш по надолнището, ти вече използваш силата на гравитацията и на практика, това нещо се получава при това нещо. Въртиш се в една спирала, безконечно по надолнището, използваш гравитацията и по този начин... Значи, в момента тук, която сме сме... Тоест, с едно акумулатор, че с 22-та, подавам аз едно за вихрене и отдолу на генератора ми излиза... Ето, значи, сега показваме тока. Ето, токът е половина ампер, за да въртим тая кинетичната енергия в момента. С половина ампер, колкото отправиш на генератора, колко излиза? Значи, това е 6-вата ми, в момента, значи, разликата, която ни излиза е 90-т, значи, джала, които ги превръщаме, това нещо, като ги изварим от другите и получаваме някъде 23-вата разликата в един оборот, а го въртим с някъде от порядъка на 6-вата. С 6-вата получаваме двойно. Тройно и горно. Тройно и горно. Да, това е в общи линии, следи съгъва на гравитацията. Те го патентовате ли? Значи, имаме пълно съдействие от академията, с академиник Стефан Воденичаров, сме говорили, прави съпубликации, след това със сега и съдвижите. Това с академия науките? Естествено. Къде е, държавата не застане зад гербаля, нещо. Съясно, нека после има за хората в крайне. Това не е ли пореден удар по РП-тата и твоята голяма битка? А не, това е нещо. Баба от село няма да си купи премона, де ти има хладинник, да речем и телевизор, да се вземи такова нещо. Просто тя няма не повече от 10-15% от хората сега. Ще го сприем това нещо. Спираме го и преключваме, оставяме, да. Ето амперите и сега той ще откачи и ще видите за какво става въпрос, че са. Идяхме в началото. Това е много време. Благодаря ти им много. На практика може да щупи нечий рък, нали? Мощно, мощно и контроливането. Да, това е началото като всичко гениално простичко и в един гараж, но предстои патентоване, електронно контроливане на това въртене и да го видим в завършен вид. Диана? Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Я еще много всяких интересных БТГ генераторов буду вам показывать. Так же всяких интересных эффектов. Подписывайтесь! Пока-пока!